Приветствую вас, Фима. Спасибо вам большое за поздравление. Помню, я отвечал вроде бы вам на вопрос, который вы задавали. Такой достаточно интересный был вопрос у вас, необычный. Вот. Не помню, правда, с чем связано. По-моему, с несправедливостью силы или что-то в этом роде. Вот. Соответственно, ваш текущий вопрос, он связан все с тем же. Все с тем же он связан, ваш текущий вопрос. А связан он, знаете, я даже на всякий случай записал то, что вы мне тогда, то, что вы тогда написали. Вот. Вы играете в психологическую игру, разве это не ужасно? Можете почитать об этом, об этой игре. А в интернете, вот вы в нее, в эту игру играете. Массовая психоз истерия, чужая недержанность и невоспитанность, все это, к сожалению, проявление именно этой самой игры. И, Фима, понимаете, ваша болезненность, ваша болезненная реакция, ваше болезненное восприятие, ну, то есть негативное восприятие, да? Плюс работа в сфере поддержки клиентов, да, то есть, ну, при условии, что вы, скажем так, недостаточно позитивно относитесь к людям, да? И, в общем-то, не особо хорошо с ними ладите, но в том плане, что вам это не доставляет удовольствие, вам это нелегко, требует достаточных заплат усилий. Вот, все это наводит на мысль о том, что вы, вы в себе сами глубоко недовольны. То есть, вы недовольны с собой, вы недовольны с собой, вы недовольны, ну, своей, может быть, жизнью. И это проецируется на других людей. То есть, вот вы говорите, что у вас нет проблем, да? Это неправда. Проблемы у вас есть. Хотя бы потому, что вы депрессивная личность. Кстати, что такое депрессивная личность? Тоже, на мой взгляд, надо бы выяснить, потому что депрессия это заболевание, и его необходимо корректировать, да? Вот. Соответственно, если заболеваний у вас нет, то есть, ну, диагноз отсутствует, то в этом случае нельзя говорить о том, что вы депрессивная личность. И вот и получается по итогу, что вы, являясь депрессивной личностью, идете на работу, значит, продавца-консультанта, где естественно люди сливают на вас негатив, а вам от этого становится тяжело. Понимаете? Как правильно сказал вам один из моих коллег, вы не сможете изменить людей, но вы сможете изменить свое отношение к ним. И я полагаю, что как только вы перестанете принимать их негатив на свой счет, как только перестанет вас это задевать, а вы говорите, что вас это задевает, то ситуация изменится. Здесь можно пользоваться техниками, значит, революции, как сказал один из моих коллег. Здесь можно использовать, значит, технику НЛП, да, то есть контроль над гневом и так далее, но все это результат, на мой взгляд, очень поверхностный и по большому счету, ну, локальный. Вот. Вы работаете там, где вы работаете, и вам не нравится то место, где вы работаете. У вас есть внутренний конфликт, то есть реакция этих людей задевает либо ваше детское состояние, либо родительское состояние, да. Вот. И отсюда возникает дефицит взрослого, вследствие чего и раздается негатив. То есть нет анализа, нет отсеивания, нет фильтра. Значит, смотрите, вы пишите, как защититься от чужой неизверженности и невоспитанности. Знаете, вот в самом вопросе, да, уже содержится, как бы это сказать, подвох. Вот в натуральном, в буквальном смысле слова содержится подвох. Почему порвок содержится? Я объясню. Дело в том, что защищаться нужно только от того, только от тех, кто несет вам угрозу. То есть защита нужна только в том случае, только в том случае, если есть угроза. Но угроза это ваше собственное восприятие. То есть угроза это то, что вы считаете угрозой. А вы считаете угрозой то, что для вас опасно. А опасно для вас то, в чем вы чувствуете себя уязвимой. А уязвимость это ваше состояние неопрегулированности, либо незавершенных переживаний, которые были с вами, ну, скорее всего, когда-то в детстве. Либо это что-то связанное с внутренними конфликтами, которые у вас все время происходят. То есть, например, если вы боретесь, допустим, ну, внутри себя, если вы боретесь, постоянно боретесь, например, с ситуацией, допустим, когда занимаетесь не своим делом, допустим, вот. То естественно, что каждый человек, которого вы встретите и который будет вам как-то, ну, высказывать что-то, будет высказывать, по сути, за или против споры между вашими внутренними компонентами личности, которые у вас имеются. И, соответственно, из-за этого накапливается негатив. Ведь негатив, это все, что такое-то, тот, кто болезнен. А болезненность, это ответственность самого человека. Дальше идем. Так, я продавец-консультант, мой офис еще так расположен, что проходит большой поток людей. Понимаете, здесь вы исключаете свое уже участие в том, что вы делаете. То есть, вы исключаете участие в выборе, значит, этого места работы, именно этого офиса, вы исключаете свой выбор. А если вы свой выбор делаете, то вы исключаете последствия этого выбора и, как следствие, исключаете некие компенсаторные, корректирующие мероприятия, позволяющие вам компенсировать негатив от, например, работы, если она вас напрягает. Вот. То есть, такое впечатление, что, когда вы устраивались на работу, вы не ожидали того, что вам будет тяжело. Далее. Вы пишите. Сколько бы не было в мире адекватных здоровых людей, на них столько же приходится неуравновешенных. И неуравновешенность здесь с вами воспринимается, как что-то очень и очень негативное. Но неуравновешенность, это значит совсем другое. Неуравновешенность, это значит, что у человека есть огромные, серьезные проблемы. Неуравновешенность, это означает, что человек глубоко несчастлив. И неуравновешенность, это означает, что у человека нужно пожалеть. Неуравновешенность, это означает, что такого человека нельзя воспринимать всерьез до тех пор, пока он, ну вот, собственно, собственно говоря, не начнет, не начнет вести себя, скажем так, ну, более адекватно. Да? Вот. То есть, у вас, у вас отсутствует возможность, отсутствует возможность отграничивания людей, на которых вы обращаете внимание, и людей, к которым вы относитесь, как к детям. Ну, просто потому, что они ведут себя так. И с этим, как бы, ничего не поделать. Вот, как бы вы не хотели, как бы вы не пытались, да, но с этим ничего не поделать. Вот отсутствует этот порог. Почему? Потому что эти люди, в силу того, что ваш детский компонент не удовлетворен, ваш детский компонент не контролируется до конца, ну, до конца, полноценно, вот, как угодно можно, в принципе, это называть, да? Вот. Из-за этого возникают подобного рода проблем. То есть, детский компонент людей обращается, обращается к вашему детскому компоненту, и они вместе с ним, с этим детским компонентом, начинают вести диалог. А именно, борьбу. А именно, игру. Вы начинаете играть в те игры, которые, скорее всего, вели с вами в детстве. И игра эта, она, по сути, призвана только для одного. Показать, что у меня лучше, а у тебя хуже. Или злость, неудовольствие от того, что у него лучше, а у меня хуже. Вот. Понимаете, какая история? То есть, вы людей не воспринимаете адекватно. То есть, вы воспринимаете только тех людей, которые, по вашему мнению, являются адекватными. По вашей субъективной оценке. А человек, который, например, и себя, и других уважает, любит и ценит, да? Такой человек, всех людей, считает хорошим. Просто потому, что, ну, 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 что такое? Ну, да, ну, вот, он кричит. Ну, значит, у него что-то происходит. Ну, не буду же я его, ребят, воспринимать. Я же на ребенка не злюсь, когда ребенок, когда ребенок кричит. Правильно? Когда ребенок капризничает. Нет. А когда я злюсь на ребенка? Когда я начинаю злиться на ребенка? Когда я сам не в порядке. Правильно? Вот правильно. Ну, я надеюсь, что вы согласны с этим. Ну, вот. Понимаете, какая сторона? Вот. Так что, здесь, конечно, вопрос о том, как вы вообще воспринимаете людей. То есть, я понимаю, что это вопрос довольно сложный, да? Я понимаю, что это вопрос достаточно серьезный. Вот. Но вам нужно понять, что в него упирается все. То есть, в этот вопрос, вопрос, как вы воспринимаете себя, а себя вы воспринимаете как депрессивную личность. Вот вопрос про это все. Потому что, ну, депрессивная личность для себя может назвать человека только человек, который, ну, явно себя как-то, ну, не знаю, либо недолюбливает, либо сомневается в себе, либо испытывает чувство вины за что-то и так далее. То есть, тут вот вариант такие. Ну, естественно, естественно, вам тяжело других людей воспринимать, потому что внутренние конфликты ваши просто не дают это сделать. Это нормально. Ну, так, эээ, только в том, чтобы причину определить, первопричину, только в том, чтобы взять личную ответственность за это, за то, что происходит. Дальше. Так, эээ, таким людям каждый день надо отвечать, ведь молчать это, вроде как, нарушение. Ну, эээ, отвечать это, конечно, очень, знаете, такая, такая, я бы сказал, расплывчатая немного фраза, да, отвечать. Что значит отвечать? Люди приходят к вам за рекомендацией по тому или иному товару, поправьте меня, если я ошибаюсь. И, соответственно, отвечаете вы этим людям только в рамках своей компетенции, не более того. Опять же, если я, если я, эээ, правильно понимаю, расклад, правильно понимаю, эээ, ситуацию, то есть человек пришёл, ему нужна помощь, вы помогаете ему, эээ, в рамках своих обязанностей, и всё. По сути дел. И, там, где вы не можете помочь, там, где вы видите, что человек переходит, например, какие-то, ну, какую-то грань, да, переходит на личности, отходит от общения взрослый-взрослый. Вы просто говорите человеку, простите, в этом я, в этом я вам не могу помочь, например. И всё. Потому что вы правы в том, что плохое настроение человека, это его ответственность. Вы правы. Не вина. Потому что, обвинять кого-либо могут только судьи. Не вина. Но ответственность. В этом вы правы. Но, если, если вы говорите о том, что это ответственность человека, да, то ещё же должна быть, эээ, наверное, и ваша ответственность за что-то. А у вас, получается, ответственности нет, вы, получается, ответственность сами за свои чувства, за свою реакцию не несёте до конца. Да. Поэтому у вас такая проблема и с тем, чтобы отграничить себя от других людей. А если быть точным, то отграничить своё профессиональное, да, профессиональное от личного. Потому что на работе вы только личный работник. Вы не человек на работе. Ну, до тех пор, пока вас, грубо говоря, там, ну, например, не захватывает аллогика, да, то есть пока вашей жизни не будет прямой угрозы. Вот. Всё. Ну, понимаете, какая ситуация? То есть здесь мы говорим, здесь мы говорим о подавлении, подавлении вашего взрослого компонента дитём, скорее всего, дитём. Проблема. Я стандартно объясняю что-либо, но не сдержанно и плохо соображает, затем злятся на меня, сливает свой весенний негативняк на мою голову. Зачастую, зачастую, человек не хочет понять. То есть вам нужно понять, да, что человек не понимает и злится, потому что он хочет не понимать и он хочет злиться. Человек хочет злиться, человек хочет найти выход для своих негативных эмоций. И для него, для человека, самым лучшим способом, выходом негативных эмоций, да, самым лучшим выходом и способом является ваша обратная связь, когда он увидит, что вас задел. Это, опять же, психологическая игра, в которой можно описать как всё из-за тебя. Если это ты виноват в том, что у меня не получается, это ты виноват в том, что я не могу так, не могу как-то, ну, по-другому поступать. Это ты виноват в том, что у меня плохо-плохо всё это, ты виноват, что я не понял ничего и так далее. Ну, почему так? Ну, откуда? Откуда такая позиция идёт? Такая позиция идёт от родителей. То есть, в вашей семье, скорее всего, было принято обвинять других. Вот. Может быть, может быть, я не знаю, может быть, было принято обвинять себя. Но обвинять других, это, скорее, это однозначно. Вот. Дальше. Иногда мне пофиг, пишите вы. Но людей много, и раз за разом негатив на мою голову накапливается. Ну, негатив накапливается по нескольким причинам. Да? Первая причина – это профессиональное выгорание. То есть, элементарное профессиональное выгорание, когда человек просто с работой его не подходит. Да? Вот. В этом случае просто нужно разговаривать свою деятельность, ну, каким-то другим видом деятельности, который вам больше подходит. Может быть, хобби, увлечение, что-то такое. Расслаблением. Короче говоря, отреагированием. То есть, чем больше отреагирования, тем лучше. Вот. Причем отреагирование, ну, оно должно быть именно таким, знаете как, необузданным. Да? То есть, например, тренировка в зале, да? Вы, по-моему, написали в предыдущем своем вопросе, что тренируетесь. Тренировка в зале – это совсем не то. А, точнее, не совсем то, что может быть полезно именно для вас. То есть, может быть, может быть, вам это подойдет, а может быть и нет. Ведь неизвестно, как вы хотите, да? Неизвестно, как вы хотите. А, ну, свои эмоции выразить, как вам лучше всего их выразить, как правильнее всего их выразить – неизвестно. Поэтому здесь нужно что делать? Ну, скорее всего, экспериментировать, смотреть, проверять, как лучше отреагировать, как правильнее, как удобнее, как эффективнее. Вот. Креативность приветствуется в данном случае. Вот. Дальше. Следующая причина – это определённое состояние. То есть, я полагаю, что вы, в принципе, вполне в силах определить, когда, ну, при каких обстоятельствах вам не пофиг на людей. Вот. То есть, я думаю, что вы можете определить это. То есть, когда, при каких обстоятельствах у вас за дела. То есть, говорите, что иногда мне пофиг. Но когда, иногда. Что значит «иногда»? Это, получается, от вас никак не зависит? Ну, это самое «иногда». Получается, вы не контролируете то, что делаете. Получается, что вы не отдаёте себе отсчёт в том, почему у меня сегодня одно настроение, а завтра другое. Или, вы говорите, негатив накапливается. Хорошо, негатив накапливается, допустим. Но, он, он же ведь накапливается, негатив начинает накапливаться, и вы его чувствуете. Но не отслеживайте на ранних этапах. Не отреагируйте его. Опять-таки, понимаете? И это тоже ваше неучастие. А вполне возможно, экзистенциальное, то есть, мировоззренческое оправдание вашей игры, в которую вы играете. Ну, игра под названием «Разве это не ужасно». То есть, да, «Разве это не ужасно» или «Как всё ужасно». Вот так. Ну, понимаете, какая история? Дальше идём. Так. Ну и, соответственно, это последняя причина — это природа негатива. То есть, негатив оседает в вас. По какой причине? То есть, ну, по какой причине оседает в вас негатив? Вы же его как-то через себя трансформируете. Получается, что у вас что-то остаётся? Что остаётся? Какое остаётся? Это ваши проблемы. А негатив — это напоминание о ваших конфликтах, которые вы, скорее всего, разрешать не хотите. Или слишком тяжело, или слишком болезненно, или слишком неприятно. Как-то так. Вот и отдайте свою личную окраску этому негативу. Именно личную окраску. По своим чувствам, по своим мыслям, которые вас это вызывает о себе. И о других. Мысль о других — это защитная реакция. О себе. Да? Вот. Тогда негатив перестанет быть просто негативом. А негатив станет проблемами, которые есть у вас. Далее, вы пишите следующее. Я считаю, что это их вина и проблема. Это они злые, и кто-то вывел из себя. И теперь они нашли, на кого это слить. Это их проблема, но не вина. Потому что вина — это умышленное причинение вреда другому человеку и себе. А как вы сами написали, что у них проблема, и им нужно слить негатив. То есть получается, по вашей логике вещей, что человек мазохистичен. Ну это вот, по вашей логике получается, что люди мазохисты. Все. Ну это, понятное дело, конечно же, не так. Я надеюсь, что вы себя отдаете в этом вообще, в том числе люди не мазохисты, не хотят страдать. И поэтому это ни в коем случае их не вина. Это их ответственность, но не вина. Это их проблема, но эта проблема такая же, как проблема, например, не знаю, выживания, например, или что-то в этом роде. То есть это ни в коем случае не вина. Далее. Злой человек. Злых людей не бывает. Злые, злые, злые персонажи в сказках. То есть понимаете, какими вы оперируетесь терминами, детскими терминами, терминами сказок, терминами легенд, мифов. Вот он злой, он добрый. Понимаете? Но вам 27 лет. И в этом, пожалуй, заключается еще одна проблема. То, что вы оперируете такими понятиями, как злой, по отношению к людям, да, которые злыми не бывают. Они злые для вас. Для вас они злые. Для вас они злые, потому что они делают, ну, вам, они делают что-то плохое. Это так. Но сами люди не злые. Понимаете? А вы, вы впадаете в детское состояние. То есть, возможно, в детстве когда-то у вас была похожая история, у вас была похожая, ну, была похожая ситуация, похожая позиция, вот, что вам причиняли боль, вам причиняли неудобство, причиняли какой-то негатив, и вы называли этого человека злым. Злым. Вот. Ну. Еще раз повторю, это архаичный термин. Дальше, а, значит, кто-то их вывел из себя, а, и теперь они начали на кого это слить. Плюс число на продавца, ведь они могут ответить, так как на рабочем месте шибко не нагрубишь. А с чего вы взяли, что на продавца можно слить негатив какой-либо? Ну, накричал ты на него, на него, ну, а он стоит себе как ни в чем не бывало. А, может, гнет, гнет, а, себе свою линию, и все. То есть, а, по какой причине, по какой причине вы решили, вы решили, а, что на продавца, на продавца можно слить негатив? Собственно говоря. Это если продавец, продавец воспринимает как негатив. Это да. Тогда да. Тогда, а, действительно, тогда действительно, ситуация такова, что, значит, негатив сливается. Это так. Но, еще раз повторяю вам, еще раз повторяю вам, только, негатив является негативом только тогда, когда человек сам воспринимается его таковым. Не больше, и не меньше. Вы понимаете? В чем тонкость ситуации? В основном случае это просто продавец, то есть, с таким же успехом можно, ну, например, на собаку кричать, да, на сплук кричать, разницы вообще никакой не будет. Как бы там ни было. Да? Понимаете, да, о чем мне преться, что я хочу сказать? Вот. Дальше, значит, будь я на улице, возможно, ситуация развивалась бы иначе. А вот это уже желание, ваше желание ответить человеку. Ваше желание себя защитить. От чего защитить? От кого защитить? От него. От его агрессии, от того, что вызывает в вас чувство страха, чувство неуюта, дискомфорта и так далее. Ну, вы защитите себя от одного, вы защитите себя от другого. Ото всех будете себя защищать? Это же, какое напряжение вам предстает, вы только представьте себе. Ото всех до сейчас. Так и людям доверять можно представить совсем. Мне почему-то кажется, что вы, собственно, и перестали уже людям доверять. По большому счёт. Вот. Ведь вы делите людей только на здоровых и адекватных, и, видимо, больных и неадекватных. Дальше идём. Я не грубо разговариваю, не хамлю. Первый, ага. Первый не хамите. Ну, второй хамите. И... Знаете, ну, опять же, вот, хамство, да, само по себе, уже является, м-м-м, ну что-то, сублимацией. То есть, если вы начали хамить не первой, а второй, третий, четвёртой, то, по сути, это всё неважно, по сути. Это неважно. Не важно какой вы хранитель, не важно первое вы начали или нет, знаете, это совершенно не важно, важно, что вы начали это, а значит вы хотели это начать, только сдерживали, и вам нужно было разрешение. То есть когда-то вам запрещалось выражать свои чувства, ну вот, скажем так, прямо, и дозволялось это делать только при определенных условиях. В каких условиях? А вот, вот, условия, например, когда вам накамили, допустим, и тут вы уже разрешаете себе хамить. А хамство это что, это неудовлетворенность. Любой человек, каждый человек гомеостатичен, то есть стремится к равновесию, и если его из равновесия вывели, он будет пытаться равновесие обрести любым доступным для себя способом. Каким угодно. Абсолютно. Ему все равно. Вот какой способ маленький ребенок посмотрел у своих родителей или у своего окружения, таким способом он будет пользоваться. И все. И этого не изменить. Самостоятельно, конечно. Так что, то, что вы не хамите первое, это ничего не значит. То, что искать причины в себе не хотите. Верю вам. Я вам верю, Фима, что вы не хотите искать в себе причины. Но они есть. Они есть. Вот пока не хотите искать причины, а будете искать какие-то средства извне. Ну, всегда будете озабочены защитой себя. Это обычно невоспитанность, и она проявляется не только в мой адрес, и она направляет не только в мой адрес, она везде в больнице, в общественном транспорте, везде, где люди работают с людьми. И что? И что? Ну, есть невоспитанности. Хорошо. И пусть она будет невоспитанной. Вам-то что до этого? Я, например, вижу, допустим, как непрофессионалы, да, например, ну, люди непрофессиональные работают, допустим, ну, с людьми другими. Я не имею в виду сейчас конкретно кого-то, да, ну, на всякий случай, чтобы не подумали, не подумали, да, я не имею в виду кого-то конкретно. Я просто говорю, что, ну, я вижу, вот я могу заметить, да, что есть непрофессионал, который работал. Ну и что? Ну, они работают, и работают, и пусть работают. Это их право. Люди выбирают себе непрофессионалов. Это, опять же, это их право, право людей. Понимаете? Меня это никак не касается. Абсолютно. Рано или поздно, рано или поздно, такому человеку просто надоест сталкиваться с невоспитанностью. Либо он привыкнет быть невоспитанным, либо он, ну, грубо говоря, выберет воспитанное окружение. Это всё. Понимаете? И вы как будто, знаете, приводите в оправдание, что ли, тот факт, что везде есть невоспитанность. То есть она везде есть, и это как бы оправдывает и воспитанность ваша. Ну и убивают людей везде. Понимаете? Такая история. Так что здесь, конечно, я понимаю, здесь вопрос идёт именно мировоззрительный, вопрос установок, причём установок таких достаточно глубоких. Ну, вам 27 лет, вот, вы уже и пожить успели, и опыт какой-то приобрели, да? И, собственно, у вас есть жизненный сценарий, которым вы руководствуетесь, вот, и вам нужно подкрепление этого сценария, вот. Так что, все ваши думы, все ваши слова – это всё подтверждение вашего жизненного сценария, которым вы следуете по жизни. И я понимаю, что от него будет отказаться довольно сложно, но раз уж вы задаёте вопрос к психологу, то я полагаю, что вы где-то подсознательно пришли к тому, чтобы похвачивать, пора что-то менять. Суть в том, что я не хочу быть сливом для психологического мусора, а то, что дело именно так обстоит, я не сомневаюсь. Не очень понял, что такое психологический мусор, если вы под психологическим мусором понимаете рэкетные болезненные чувства, которые есть у людей, то сливом для них вы являетесь до тех пор, пока принимаете это на свой счет, т.е. пока реагируют. Пока вы не простроили свои личные границы. Ну, т.е. здесь бытует хороший, здесь уместно будет хорошая поговорка. Если на улице кричат дурак, не обязательно оборачиваться, вот. Поэтому, я полагаю, что если понимать психологический мусор так, то он всегда был, есть и будет. И самая лучшая защита от него, это не оборачивается, когда кричит, кто-то кричит, что кто-то дурак. То есть, знаете, кто-то кричит, кто-то кричит, что кто-то дурак. То есть, тут даже вот момент какой, кто-то кричит, что кто-то дурак. Но оборачивается тот, у кого есть с этим проблемы. Вот тут, на мой взгляд, показательно. Если же вы под психологическим мусором подразумеваете людей, то у меня для вас не очень приятная новость. Она заключается в том, что никто не является психологическим мусором в принципе. То есть, никто не может быть психологическим мусором. Психологический мусор – это оскорбительный ярлык, который вешается на людей. И тем самым, вы как бы говорите, что вот я хорошая, со мной всё в порядке, а вы не хорошие, вам не всё в порядке. Вот. Это изолирует вас от людей. Это проявляет у вас, проявляет у вас психопатические наклонности. То есть, я не говорю о том, что вы психопат. Нет. Я говорю о том, что подобная позиция, навешивание ярлыков на людей, является проявлением психопатии. Когда, по сути, ваше дитя, ну детская компания личности, подавляет взрослого, представляет других людей так, как их хочет видеть дитя. Причём, ребёнок испуганный, ребёнок именно испуганный, ему проще видеть злых людей, чем принять людей такими, какие они есть, и посмотреть на себя. Ребёнок на себя, он не смотрит. Да? Не знаю, видели вы детей или нет. Так. А дальше. Значит. Совершенно чужих, и не нужных, и не людей. Так как добротендовать для клиентов, мне не приносят никакой прибыли, а просто не интересуются. Ну, опять же, это специфика вашей работы. Соответственно. Как вам сказать. Именно поэтому, они не приносят вам прибыли, потому что вы воспринимаете ей как не нужно. Как не нужно. Вы не рассказываете с увлечением. Они не чувствуют вас лучше, они не чувствуют вас заинтересованностью. Они видят вас и чувствуют вас. Усталость. Как им всё это надоело. Эта работа. И всё такое. И, конечно, вас никто ничего не купит. Я бы ничего не купил у такого менеджера. Потому что, ну, мне хочется, чтобы человек рассказывал с интересом о том, что, значит, ну, что я хочу купить, грубо говоря. Вот. Понимаете? Какая история здесь. Так что, я полагаю, что здесь момент такой, что либо вы, значит, либо вы начинаете любить свою работу и, значит, подходить к ней более живо. Либо вы не делаете этого. Тогда вам придётся либо смириться с тем, что прибыли у вас очень мало. Вот. Либо найти себе другую работу, потому что, ну, я, если честно, других вариантов, вот, как-то не вижу для вас. То есть, вот, какие-то, какие-то ещё варианты, мне кажется, здесь не сработало. Дальше. Так, скажите, что здесь нужно отвечать на такое поведение логикой? А, нет, не логикой. А, на такое поведение, я бы сказал, нужно отвечать сдерживанием. Вот, кричит ребёнок. Да? Кричит ребёнок. Ну, умственно отсталый, например, ребёнок. Он болит, он всех ненавидит, всех спинает, вот, на всех орёт, на всех ругается. Вот. К нему подходишь сзади, ты просто обхватываешь, обхватываешь его. То есть, лишаешь его возможности двигаться. Иначе говоря, иначе говоря, сдерживаешь. Это и есть то, что нужно сделать. Сдерживать клиента. Вплоть до того, пока либо он не поймёт бессмысленности того, что он делает, либо, значит, до того, пока он не взорвётся настолько, что вам придётся явно вызывать уже менеджеров, чтобы они разбирались с этим вопросом. Вот и всё. Здесь нет других вариантов. Опять же. Меня интересует вообще другой момент. Если это не относится к делу, да? Ну, то есть, если вот вопрос, запрос клиента не относится к делу, зачем вообще отвечать? Ведь вам за это не платят. Это вопрос того, насколько вы цените своё временем. Вы пишите, увы. Мой коллега-барень, отличающийся с железной логикой, точно так же, точно столько же негатива получает. Получает негативы, извне, да. Вот как он с ним справляется, это уже другой вопрос. И если у него те проблемы, которые есть у вас, и считает ли он себя депрессивной личностью, как вы. Ну и плюс сравнение, как избегание, сравнение, как, значит, перенос ответственности, вы здесь используете мастерскую. Что и сказать. Только какое мне делать до парня? Почему вы считаете, что если у него логически не получается справиться с проблемой, то не получится у вас? Почему вы сравниваете мужскую логику и женскую логику? Как вы это делаете? С какой стати вы это делаете? Вас не смущает, что вы два, в общем-то, совершенно разных человека? И по какой причине вы сравниваете себя с ним? Это для меня, на самом деле, тоже загадка. Ну, я догадываюсь, я догадываюсь, для чего вы это делаете. И вы это делаете для того, чтобы не делать то, что, ну, например, делает он. То есть, чтобы исключить для себя логически отвечать логикой. Аргументируя это тем, что он получает столько же негатива. Так, а вы что, думаете, что люди, они вот услышат какой-то логичный довод и что, перестанут? Скажут, да, действительно, я ошибался или ошибалась, простите? Нет. Человек на все пойдет, лишь бы оставить свою правоту. Логика нужна, скорее, для самого человека, нежели чем для другого. Ну, опять же, мне кажется, что это, в общем-то, ну, это, в общем-то, довольно очевидно здесь. Как и очевидно то, что вы пытаетесь сбежать от ответственности своей здесь. В основном я заметила, что чаще всего от женского пола это идет, ну да, потому что женщины, женщины, они более эмоциональны и более неудовлетворены в российских реалиях. А женщина за 40, либо девочке 20+. Ну, понятно, женщина за 40 не удовлетворена своей жизнью, эм, тотально. А девочке за 20 нужно самоутвердиться за счет кого-то и, в принципе, этой, и она считает себя, там, королевой. То есть все научились смотреть на людей, да, вот примерно как вы, через определенные стереотипы. То есть если продавец, например, обязательно человек второго сорта, вот. Если продавец, значит обязательно недостойный. Вот. То есть работает вот примерно так. Но только вы же понимаете, что такое стереотип и какова его природа. Думаю, это увязка с физиологией, климаксом и ПМС. Соответственно, и такая сексуальная, сексуальная, психологическая неудовлетворенность. И даром ведь куча, куча подсколок на эту тему. Да нет, далеко не всегда без это. Фрейд значительно преувеличивал значение секса, хотя, хотя зачастую. Мне хочется сказать не порой тете, ну, гормоны гормонами, но мозги-то вам зачем данные воли и самоконтроля вам явно не додали. Ну, правильно, вам хочется подчеркивать себя лучше, верно? Путь пофигистской тоже не получается, меня задевает такое несправедливое обращение со мной. Вот, вот задевает несправедливое обращение с вами. Вот это вот ключевой момент. С этого вообще и надо было начинать. С того, это вас задевает несправедливое отношение. А вот вы вообще считаете такое отношение несправедливым? То есть вы с чего-то решили, что это несправедливое отношение. Несправедливое отношение – это еще один детский архаизм. Понимаете? Нет никакой справедливости. Нет никакой справедливости. Абсолютно. Вообще. Есть только выборы людей. Есть их цели. И, собственно, все. Больше ничего нет. Вот. Никакой справедливости нет. Справедливости есть в фильмах, в сказках, в идеях, в идеях. Но не в жизни. Почему так? Да просто. Потому что указывать человека, указывать человека, вот кого не спросить, свое представление о справедливости. И, собственно, все на этом. Вот столько людей, точнее даже не так, сколько семей, столько несправедливости. О, то столько и справедливости. Сколько семей, столько и понимания справедливости. И мое справедливость более справедливо, чем двоя. Понимаете, насколько это архаично звучит сейчас? Особенно, если мы принимаем во внимание демократические ценности. Ну, именно демократические ценности, как основополагающие ценности. Да? Вот. Вот об этом я и пытаюсь вам сказать. Дальше. Так. Профтреники в нашей компании не проводятся. Но вы сами можете пройти какой-нибудь профтренинг. Это опять, это опять, это опять. Игра. Все из-за них. Все из-за этого. Все из-за этого. Все из-за них. Все из-за компании. Из-за клиентов. Короче, все из-за всех. Тренинги нужны вам. Вам. Ну вот. И вам нужно искать возможности для этого. Предлагать, выступать с инициативой. Если вам нужны тренинги. А вы что делаете? Вы говорите, что у нас тренинги не проводятся. Вот. Ну. В общем, я надеюсь, что мою мысль вы понять смогли. Я не уверен, что вам она понравится. Ну вот. Но впрочем, я не был уверен, что вам понравится и то, что я говорил в прошлый раз. Ну. Насколько я помню. Вы. А. Вы вроде бы. Сделали мой ответ лучшим. А. Тогда. Поэтому я думаю, что здесь вы тоже можете удивить. Да. Здесь вы тоже можете удивить, преподнести сюрприз и так далее. Вот. Ну, с другой стороны, вы не должны. Поэтому, если вам тесто, я сказал, не понравилось, то я не удивлюсь. Не удивлюсь. Этому. Дальше. Эм. Уважаемые психологи-психотерапевты. Подскажите, как беречь швейную систему? Я не умею, не желаю скандалить и себя давать бить тоже. Эм. Да нет. На самом деле. Эм. 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 Давать бить, это знаете ли, когда синяк появляется. Вот когда. На психологическом языке синяк это след. Как вот круги по воде. После того, как камешек бросили. Да. Вот. И в психологическом смысле слова синяк это полная ответственность другого. Эм. Ваше. Это полностью ваше ответственность. Если физический синяк это ответственность другого, и за это у нас есть наказание уголовного, то психологический синяк нет. И это не случайно. Вот я серьезно вам говорю, да, то что это не случайно. Эм. Не случайно вот такое разграничение проводится. Потому что психологически можно задеть только того, кто сам психологически не стопит. Вот. Ну и конечно давать себя бить. Эм. На психологическом языке это. Игра в слов. То есть это. Ну это игра терминов. Это игра терминов. То есть в действительности это не отражает реалии. То есть да, это звучит на бытовом уровне. Эм. Эм. На бытовом уровне это звучит так. Эм. Но на языке. Эм. На языке. Эм. На языке психологии это звучит совсем иначе. Совсем совсем иначе это звучит. И я очень, ну, очень надеюсь, очень надеюсь, что вы все-таки, ну, измените свое представление об этом, перестанете пользоваться такими терминами, да, вот. Ну, потому что, потому что неправильный этот термин. Синкретов. Но, опять же, я полагаю, что взят этот термин неспроста. В детстве, в детстве, в детстве был такой опыт, в детстве был такой опыт у вас. Вот. Это не случайно, не случайно. Это не случайно, это слово оказалось здесь, вот. Что касается скандалить, вот, то простите, простите меня, пожалуйста, но мне кажется, что вы себе сами противоречите сейчас, потому что в прошлом вопросе вы писали, что вы язвительный, ну, что вы язвительный человек, вот, вы писали об этом. И как бы, ну, исходя из того, что вы язвительный человек, я полагаю, что все-таки опыт перепалок у вас был, да и говорите вы, что на улице все было бы по-другому. То есть, вот, ваше утверждение о том, что вы не умеете скандалить, но он для меня выглядит, знаете, таким, как бы, преувеличенной слабостью вашей. Вот. Я не спорю с тем, я не спорю с тем, что он, может быть, вы действительно считаете, что вы не умеете скандалить, то есть то, что вы верите в это. Но это не так. Стоит силы, вы склонны преумещать. Ну, что, в принципе, логично, если вы действительно депрессивный человек, еще человек, вот, склонны себя обесценивать, то есть представлять себя более слабо, чем вы есть на самом деле. И получать от этого определенный выигрыш. Вот. Так. Дальше. Работу сменила бы, но пока вариантов нет, а деньги нужны. Ну, опять же, опять же, понимаете, вы работаете продавцом-консультантом, да, по фрейду оговорочка была, вы работаете продавцом-консультантом, вот. То есть, эта работа не, ну, не требующая какого-то профильного образования, вот. А это значит, если работа ваша не требует какого-то профильного образования, то это означает только лишь то, что все упирается в ваши личные предпочтения, вот. Ну, может быть, у вас и есть профильное образование, конечно, не знаю, но... Может быть, у вас есть образование менеджера, по-моему, по-моему, это продавцом-консультантом, ну, да, образование менеджера, не помню. Вот. Суть в том, что... Если вы работаете продавцом-консультантом, то, в принципе, это такая работа, да, не узко специализированная, и вы, опять же, при желании можете, я уверен, сменить эту работу, вот. Но я верю в то, что вы не хотите этого делать, вот. Я верю в то, что вы не хотите этого делать, верю. Верить вам какие-то варианты не подходят, просто... на силу того, что вы считаете себя выше... выше этого, вот. Опять же, это всё понятно только предположение, вот. Но мне почему-то показалось так. Вот. Вот это опять... Это уже другая игра психологическая, в которую вы, возможно, играете. Называется она «Почему бы вам не...» знак вопроса «Да, но...» Также можете набрать её в интернете, вот. Мне кажется, вы склонны играть в эту игру, тоже. Вот. Но опять же, я могу ошибаться. Ну что ж, ага, вот, в принципе, подошёл к концу мой ответ. Эм... Ответил ли я на ваш вопрос или нет, не знаю. Эм... Наверное, нет. Скорее всего, не ответил. Ну, потому что, ну, вы... Скорее всего... Эм... Хотели себе... Хотели... Эм... Ну, хотели вы, скорее всего, всего... Эм... Другого... Эм... Ответа. Вот. Ну, и надеюсь, что мои рекомендации... Эм... Помогут вам... Эм... Увидеть... Эм... Свою проблематику. Эм... Под... Другим углом. Вот. И, возможно... Эм... Расширить... Свой... Эм... Спектр... Эм... Деятельности. Что позволит вам выйти из... Из... Тупика. Которым вы сейчас оказались. Вот. Потому что защита... Эм... Чисто внешняя защита. Я об этом уже говорил. Чисто внешняя защита. Она потребует от вас эм... Громадных усилий. Эм... Постоянного напряжения. Что... Ну... В общем и целом... Едва ли... Лучше... Едва ли лучше того, чем вы... Эм... Сейчас... Имеете дело. Ну... Вот. Только сейчас вы... Эм... Негодуете, да? Потому что... Ну... Люди вас обижают. Их... Вы обвиняете. Их... У вас... Происходит... Озеркаливание. А... 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 Тогда... Вы будете просто ругаться... Уже... Либо ругаться на защиту. Что она не помогает. Вот. Либо ругать себя. Что вы не можете справиться за защиту. Вот. Ну и в итоге любая защита отдаляет нас от людей, в принципе. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.